Аплодисменты Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Мы начнем первое отделение двумя инструментальными пьесами, которые перетекут одна в другую. Первая композиция – это фрагмент замечательной пьесы из репертуара ансамбля «Орегон». Есть такой ансамбль, который возник еще в конце 60-х годов в одном из университетов штата Орегон. Я что-то непонятно говорю? Вы, наверное, знаете, что во многих университетах в Америке есть факультеты, которые выдают диплом, такой же, как у нас в консерватории. То есть музыкальный факультет, более того, джазы. Вот эти студенты были джазового факультета, получили дипломы и сделали ансамбль «Орегон». Но как только они стали записываться, выступать, их тут же вообще и критика, и даже зрители, не говоря уже о музыкантах, сказали, что это никакой не джаз. И действительно, они никак не соответствовали ни по каким параметрам тому, что к тому времени считалось традиционным, настоящим американским джазом. У них не было ни блюза, у них не было свинга, не было вообще понятия квадрат, и не было постоянного ритма даже. Все было, в общем, это была такая камерная музыка. Причем, в основном, там использовались какие-то элементы даже этнических форм, какой-то европейской или восточной культуры. Короче говоря, их не признали. И они стали ездить в Европу, и вот там их признали как раз за своих. Потому что в Европе более тонкое отношение вообще к музыке и к состандартам не очень считается. И вот так они прижились в Европе, но это сыграло роковую роль для одного из участников этого коллектива. Это был квартет, где на индийских инструментах, на табуле ситаре играл очень талантливый человек Колин Волкотт. Он освоил сам сложнейший индийский инструмент, и его игра придавала такой индийский немножко оттенок этому ансамблу. И вот когда в Европе, он поехал в Европу записываться с европейскими музыкантами и, возвращаясь в аэропорт, попал в автомобильную катастрофу и погиб. Вот так закончилась жизнь одного из выдающихся музыкантов, я считаю. И пьеса, которую вы услышите, посвящена ему. Написал ее Ральф Таунер, руководитель ансамбля «Орегона». Она называется «The Silence of a Candle» – «Молчание свечи». После нее вы услышите композицию, которую написал Маркус Миллер. Это бас-гитарист, он же кларнетист. Но, в общем, он последние годы руководил группой Майлза Дэвиса. Это был конец 80-х, начало 90-х годов, когда Майлз Дэвис, в общем, отказался писать свою музыку по ряду причин. И вот Маркус Миллер все делал, писал музыку как раз для Майлз Дэвис-квинтета. Эта пьеса, она называется «Ту-ту». Ну, такое странное вроде название, но, когда я позднее уже узнал, что это такое, это, оказывается, Дэсмонт Тюту, лауреат Нобелевской премии мира за 1984 году. Один из первых, можно сказать, первосвященник, который получил сан из римского папы. Это все происходило в Южноафриканской республике, ЮАР, где до 1984 года царил апартеид. То есть, это вид фашизма. То есть, там как-то прозевала вообще мировая общественность то, что там творится почти то же самое, что в нацистской Германии. Ну, там были немножко другие правила. Ну, в общем, все, кто там власти владел, они могли делать с теми, кто с ними был не согласен, что угодно. И вот Нелсон Мангелло, вы знаете, просидел 20 лет в тюрьме. Его друг Дэсмонт Туту, его не могли никак посадить в тюрьму, потому что он яростно боролся вот с этим апартеидом. Ну, и, в общем, когда все-таки апартеид был закончен, Дэсмонт Туту получил премию мира. И вот эта пьеса посвящена именно ему. Итак, сначала The Servants of a Candle, Орегон, затем Эсмонт Туту, композиция Маркуса Миллера Туту. Дэсмонт Туту, композиция Маркуса Миллера Туту. Дэсмонт Туту. Дэсмонт Туту. Дэсмонт Туту. Дэсмонт Туту, композиция Маркуса Миллера Туту. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наверное, мало кто из вас настал в те времена Это были замечательные времена, когда появились вдруг ни с того ни с сего панки После хиппи, хиппи по сравнению с ними были просто детьми Это были люди отчаянные, они делали, что хотели И, в общем, это был такой протест против политики Маргарет Тэтчера Потому что молодежь вся тогда осталась безработной Не только бедной, были и богатые панки Просто безработица была, и все И вот они начали с таким английским упорством протестовать таким образом Они стали все делать наоборот Такой был нигилизм, они отрицали все И вот среди них выделялся Элвис Костелло Он выделялся тем, что выглядел не как панк Разодетый в киплохмоте с этими эракезами Он наоборот был одет в костюм Как чиновник английский, с галстучки, в темных очках И это придавало ему еще больший шарм Но прошли времена, он повзрослел И вот в 2005 году выпустил альбом Абсолютно непохожий на ту музыку, которую он играл Там лет 30 назад И вот сейчас прозвучит характерная одна из пьес этого альбома Дело в том, что там и тексты серьезные И ему аккомпанируют и симфонический оркестр И джазовый, и какие-то серьезные, известные даже солисты И это такая типичная пьеса позднего Элвиса Костелло А песня называется Let me tell you about her Аплодисменты Эплодисменты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну, почему он исчез? Дело в том, что он вообще сам родился в Канаде, в итальянской такой семье. И так, и начал свою музыкальную карьеру. Затем ему посоветовали приехать в Штаты, где он сразу занял первые места во всех списках популярности. И, в общем, ему помогал даже Стиви Вандер, взяв его с собой на гастроли, как вспомогательную группу, и помог в его популярности. А вот где-то уже в конце 70-х и под 90-й год он вообще не выступал. Поскольку вот странная такая судьба, он увлекся йогой, увлекся восточными всякими знаниями, даже единоборствами. И, в общем, он где-то все время жил в монастырях, в Японии, например, в Перу. В общем, и это ему, кстати, ну, с одной стороны повредило, поскольку про него начали забывать. Но, с другой стороны, обогатило его внутренний мир и сказалось нам в качестве его дальнейшей музыки. И вот сейчас прозвучит одна из его композиций. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Такая была талантливая итальянская семья. И вот одну из песен вы сейчас услышите, которая называется «The River Must Flow». Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Дело в том, что он выступал вместе со своими братьями. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 нового босса ну а сейчас human nature а Продолжение следует... 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 Играет музыка 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 Играет музыка